Как сделать так, чтобы не упахиваться на работе? Мне часто задают этот вопрос. Я не буду просить больше денег, я буду просить больше времени. Я ему говорю, зачем мне твой Google? Сколько стран ты посетил? Ну, кто считает? Конечно же, я считаю. Я тоже считаю. Я скажу, что самый лучший, наверное, офис Google все-таки у нас в Нью-Йорке. Чем конкретно ты занимаешься на работе в плане твоей проекта? Последние лет пять я работаю на Google Диске. По-английски у нас Google Drive. И я работаю над функцией, которая называется по-русски настройки доступа, а по-английски sharing. И обычно, когда я вот это рассказываю, у меня команда довольно-таки сейчас большая, там за десять человек уже все люди такие, что-что, у тебя десять человек, которые работают над вот этой кнопкой, которая в углу там Google Документов. Что вы там делаете? Я очень часто пользуюсь Google Диском. Вот. Не все как бы... Один раз я рассказал об этом у себя в блоге, и пришел кто-то и сказал, да блин, я могу такую штуку построить за две недели. Вот тот факт, что ты 12 лет работаешь в Гугле, и у вас команда там из скольких-то человек над этим разрабатывает. Сразу понятно, почему вот Google это такое ущербное вообще все. Ну, я такой подумал, ну хорошо. Я вспомнил, когда я учился математике в школе, и к третьему классу я думал, что вот, ну что я знаю? Умножение, сложение, вычитание и деление. Я знаю всю математику, думал я, чего там еще может быть? Вот такое чувство, когда ты даже не знаешь, какие могут быть еще трудные задачи. Примерно то же самое с настройками доступа у нас. Потому что это такая вещь, которую люди очень часто недооценивают, насколько это а важно и б трудно правильно сделать. За эти 12 лет ты все это время работаешь над одним и тем же проектом? Я работал над разными проектами, многие из них в итоге не выпустились. То есть, когда я, особенно когда я пришел в Google, Google был более в таком стартаповом режиме, было много экспериментации, можно было получить там возможность работать над чем-то год-два и показывать там какие-то прототипы, прежде чем ты что-то выпускал на рынок. И не все попадало на рынок. Но у тебя была возможность какое-то время над этим поработать, прежде чем что-то было запущено. И вот я работал над несколькими такими вещами. В какое-то время я работал над... Была такая хрень, называется Open Social. Это был ответ Facebook, когда Facebook начал поддерживать приложения сторонних разработчиков. Как бы Facebook был большой, а все остальные соцсети пытались как-то как-то этому противостоять и пытались догнать его. И пытались сделать интерфейс, чтобы программисты могли, один раз написав приложение для соцсети, чтобы оно могло запускаться на разных соцсетях, имена которых сейчас уже даже никто не помнит. Там MySpace, какое-то время LinkedIn с этим работал. У Google тогда был Orkut. И была такая библиотека, называлась Open Social, которая помогала, то есть позволяла людям писать один раз под общий какой-то интерфейс. Там была общая абстракция, что вот есть человек, у него есть аккаунт, у аккаунта есть какие-то контакты. И у тебя есть способ, это все стандартным способом иметь к этому доступ. Ты делал такую программку, которая могла на всех этих соцсетях работать, но как-то так. Поэтому, насколько я знаю, сейчас это не очень известная и популярная вещь, хотя может она еще до сих пор и существует. Но в какой-то момент Google это сильно продвигал, и вот я над этим работал. А потом я перешел на Google Диск. Все-таки ты, вот когда мы с тобой ехали сюда, общались, ты сказал, что для того, чтобы иметь трехдневную рабочую неделю, нужно быть не амбициозным. Что ты имел в виду? Ну, смотри, я 12 лет работаю в Google, я ни разу не повышался по должности. Обычно, когда я рассказываю кому-то о том, что я работаю 3 дня в неделю, они говорят, слушай, это так круто, мы тоже так хотим. Я говорю, ну вот подумай, сколько ты сейчас зарабатываешь денег. Ну, люди не говорят слух, но думают. Я говорю, а теперь представь, что ты зарабатываешь 60% этого. И обычно после этого они как-то меньше хотят работать 3 дня в неделю. Вот попробую сейчас представить, что ты зарабатываешь всего лишь 60% от того, сколько ты на самом деле зарабатываешь. И это, конечно, то есть, вот, например, я не могу себе позволить жить в Манхэттене. Ну, наверное, могу, но тогда мне придется полностью отказаться от поездок, что я бы не хотел сделать. Так, я живу не очень далеко от аэропорта GFK, у меня 20 минут на такси. Да. Из-за того, что я работаю 3 дня в неделю, я все-таки не могу брать под свою полную ответственность какие-то большие масштабные проекты. И то есть, несмотря на то, что я вот работаю, у меня последние там 4 года высоко оценивает мой менеджер, у меня все мои перформанс-ревьюз, они хорошие. Мне было трудно идти на повышение. Я знаю, вы говорили о промоушене не раз на этом канале, я не буду повторяться, но я человек, который 3 раза шел на промоушен, и мне его не дали. Сейчас я, кстати, 4-й раз жду ответа. Пожелайте мне удачи. Удачи. То есть, мне кажется, что человек, который хочет реально строить карьеру, ему такое не подходит. С другой стороны, у меня большинство моей жизни не завязано на работу. из-за этого там я могу делать какую-то работу, которая мне, может быть, и не очень всегда интересна и нравится, но я ее делаю хорошо. И я знаю, что вот закончится неделя, и я куда-нибудь поеду, грубо говоря. Мне не так трудно переживать какие-то сиюминутные трудности рабочие. Пока что я знаю, что я на работе, меня ценят, я довольно хороший вклад делаю в наше общее дело. Я не рыпаюсь со своей командой, с кем я уже хорошо притерся, хорошо приработался. В Гугле команды бывают разные, мне очень важно найти хорошую. То есть, вот у меня ребята, которые уже все знают, что вот это Лева, он работает 3 дня в неделю, он приходит в 12, он работает хорошо, и он приносит нам хорошую пользу на команде, и это нормально. Может быть, если бы я перешел в какую-то другую команду, они бы не так с пониманием отнеслись. Может быть, мне бы не удалось так хорошо работать, кто знает. Да, это правда. Ну, а что касается вот твоих выходных дней, когда у тебя выходные, кроме того, что путешествуешь, что ты делаешь 4 дня в неделю? Ну, смотри, у меня, допустим, обычно, если я не путешествую, это там 3-4 недели в месяц, я никуда не езжу, вот сейчас среда, у меня выходной, и мы с тобой общаемся в кафе в Дамбо. Да. Ну, это не всегда происходит, не каждый раз меня зовут давать интервью, но обычно у меня выходной в среду и в пятницу, и в них я делаю все те вещи, которые обычные люди делают в субботу или в воскресенье. То есть вот там постирать, прибрать чего-нибудь, сходить в банк или на почту, или вот все эти мелочи, которые обычно люди оставляют до выходных, я делаю в свои выходные будни, и это мне дает возможность иметь выходные, которые свободны от вот этой рутинной, какой-то ненужной работы. Плюс я веду блог. Мы скажем твоим зрителям про мой блог? Уже, во-первых, не раз упоминали об этом. Друзья, заходите на мой тревел-блог, там вообще нет ничего про скучный программизм, я его веду, к сожалению, еще в ЖЖ, ljovik.blog или ljovik.lifejournal.com. Ну, в любом случае, в описании под этим видео вы найдете ссылочку прямую на блог, и да, если вам нравится такой образ жизни, и если вам нравится путешествовать, я думаю, это большая находка. А какие у тебя вообще планы на карьеру будущую или на жизнь? У меня планы продолжать работать в том же духе настолько долго, насколько я смогу. Когда-нибудь у меня, возможно, будут расти потребности, мне понадобится платить за дорогую квартиру, понадобится, если у меня появятся дети, мне понадобится платить за их обучение. И может так случиться, что я не могу продолжать работать три дня в неделю. Это будет очень печально, но тогда мне придется пойти на полную ставку, и, возможно, тогда у меня будет очень быстрый, я надеюсь, карьерный рост. Хотя, может, и не будет. Но одно из плюсов того, что я работаю на 60% зарплаты, это то, что я понимаю, что я могу в любой момент перейти на полную ставку, и количество денег, которое я зарабатываю, поднимется на 66%. Да, это правда, но... Если очень припрет, я надеюсь, что это не скоро будет. Ну да. Расскажи про Нью-Йорк. Вот ты здесь живешь так долго, конечно же, ты много знаешь об этом городе. Почему? Вот расскажи о плюсах и минусах этого города. Я человек, который свое детство провел в Москве, и потом я приехал в Нью-Йорк. Я никогда не жил ни в каких других городах, но я городской человек, у меня нет машины. И для меня город – это место, где ты можешь быть полноценным человеком без того, чтобы у тебя была машина. В Америке, насколько я знаю, таких города два. Это Нью-Йорк и Сан-Франциско. Есть еще такие города типа Чикаго, где есть небольшой даунтаун, и если ты готов себя ограничить вот там десятью этими кварталами, то ты и там можешь жить без машины. Но в принципе, вот когда ты выбираешься куда-то за пределы, то там уже надо или ездить на такси, или на общественном... Ну, общественный транспорт не очень хорошо развит. Я считаю, что Нью-Йорк – это лучший город мира, хотя он грязный, шумный, людный и так далее. Почему? Потому что здесь из-за того, что это как бы единственный большой такой метрополис Соединенных Штатов, кроме там Сан-Франциско, который далеко на втором месте, Лос-Анджелес мы не считаем, потому что без машины это там просто никто. Ну, и сравнивать, мне кажется, Нью-Йорк и Сан-Франциско. Здесь живет 20 миллионов человек, а там миллиона нет. Нет, ну в Сан-Франциско по-моему... 800 тысяч, да. Ну, хорошо, я не буду с тобой спорить. Ну, может быть, без агломерации вот это все. В Нью-Йорке тоже 20 только с агломерацией. Ну, может быть, да. Ну, как бы то ни было, я привожу Сан-Франциско как пример другого города, где все-таки человек может жить без машины и чувствовать себя абсолютно полноценно. В Европе таких городов полно, в Америке, к сожалению, их только два, как мне кажется. Бостон, Чикаго, они как бы милые городки. В Нью-Йоркере когда-то была такая прикольная комикс, там была типа иллюстрация нью-йоркского снобизма. Там было написано «I've been to other cities, they're cute». Я не знаю, как это перевести на русский, так чтобы... Ну, мы потом титрыли. Да. Вот. И мне кажется, что из-за того, что Нью-Йорк – это единственный, как бы настоящий город на северном... на северной части западного полушария, он концентрирует в себе кучу людской энергии, креатива. Здесь ты можешь пойти в любое время, там... Любая кухня тебе доступна, причем высшего качества. Ты хочешь японская, эфиопская, там, не знаю, ливанскую какую-нибудь кухню, и все это будет. Вот у нас тут... Я ходил есть... Как человек, который любит Японию, я люблю ходить в суши. Ну, все любят суши. Ну, у нас тут вот был ресторан, может, даже до сих пор есть, который открыл подмастерье знаменитого Цзиро. Вот, знаешь, этот фильм «Циро мечтает о суши». И у него там в фильме был подмастерье, который пытался что-то тоже там засвечивался. Он приехал в Нью-Йорк, открыл ресторан, можно прийти, и он такой веселый тебе рассказывает про всю рыбу, которую половину из нее самолетом везут ежедневно из Японии, чтобы они сервировали ее тебе здесь. Потрясающе. В Нью-Йорке есть все, и даже вот, как я человек, который не ходит по музеям, мало ходит в театры, ну, меня жена иногда вытягивает, все-таки осознание того, что все это есть и все это вокруг доступно, оно как-то сразу так легче дышится. Да, у меня даже такой... Полной грудью. Я иногда думаю о том, чтобы переехать в Нью-Йорк, и я не могу сказать, что я такая тусовщица, и мне все это нужно, вот это все, но нужно ощущение, что кто-то это делает рядом со мной. Плюс, чисто с моей точки зрения, в Нью-Йорк связан со всем миром. У нас есть главный аэропорт США, отсюда можно полететь в любую точку мира без пересадок. Буквально неделю назад отсюда из Нью-Йорка, правда, запустили самый длинный рейс в мире, прямой рейс из Нью-Йорка в Сингапур. Он и раньше работал, я как-то летал на нем там лет 5 назад, но потом его отменили из-за нерентабельности, потому что нефть подорожала. Сейчас его заново запустили, и когда-нибудь я снова им полечу. Да, это здорово. И последний мой вопрос, мне все-таки интересно, почему ты ведешь блог на русском языке? Ты здесь живешь... Сколько это вообще лет? Ой, это примерно долго. Примерно долго. 27 скоро будет лет. То есть получается больше половины... Больше половины жизни. Да. Я когда приехал, у меня было 12 лет, сейчас мне почти 40. Да. Мы это удалим. Вот. Но почему... В 12 лет многие люди приезжают, то есть уже твой язык чисто звучит, то есть ты не вставляешь в эти все англицизмы, хотя это... У меня был период, когда я очень плохо говорил по-русски, но все-таки в Нью-Йорке при желании можно общаться с людьми, у которых более чистый русский язык. После университета у меня с этим были большие проблемы, но как-то я решил, что надо сохранять язык. Но у тебя нет акцента, то есть... У меня в Нью-Йорке развился украинский акцент, как мне сказали. То есть я приехал... Я не слышу. Я приехал в Америку с хорошим таким московским акцентом, потому что я 12 лет жил в Москве, но мне сказали, Лёва, у тебя... Вот есть что-то одесское в твоем... Интересно. В твоем голове. Да, да. Ну и по крайней мере я не слышу, но тем не менее, вот почему для тебя важно? Многие люди, которые приезжают вот в детстве, да, 12 лет, ну, они очень быстро забывают язык. Ну, окей, родители поддерживают, допустим, язык, да, но вот сейчас ты уже вполне себе взрослый человек, который, ну, вряд ли родители могут что-то там прям тебе активно поддерживать. Почему ты сохраняешь язык более? Почему ты ведешь блог на русском языке? Почему ты все равно какую-то связь поддерживаешь? Ну, во-первых, мне все же русский какой-то культурный фон ближе, чем американский. То есть я не интересуюсь бейсболом, я не смотрю там какие-то сериалы. Когда мы ходим с командой на ланч, к счастью, у меня в команде где-то половину людей тоже не коренные американцы. И вот если мы говорим там о какой-нибудь истории, о культуре, о политике, о чем-то, что в мире происходит, то мы можем найти общий язык. А когда речь заходит там о каких-то там сериалах, или ты смотрел, как вчера баскетбол сыграли, или там какой-нибудь очередной рэп-концерт, и я полностью этим не интересуюсь, и мне как-то так вот сразу... Я выпадаю из таких бесед. Не знаю, мне кажется, что у меня до сих пор сохранилось, вот первые 12 лет для меня были, наверное, такими... Я помню «Спокойной ночи» малыши, которые я смотрел, мультики, какие-то старые советские анекдоты, которые, наверное, уже давно забылись в России. И мне это близко, потому что я, когда приехал сюда, я начал ходить в школу, я начал общаться с такими же иммигрантами, как я, и у нас этот был какой-то общий культурный фон, я бы так сказал. Я подумал, что это стоит в себе сохранять. Мне кажется, что если встречаются два русскоговорящих человека где-нибудь там в Китае, они могут найти общий язык чисто на основе того, что они оба говорят по-русски. Это для них будет поводом общения. Если два американца или англоговорящих человека, все говорят по-английски. Я как-то встретил в Китае двух немцев, и я у них спросил, вот говорю, вы когда идете там по Китаю, вы слышите, рядом кто-то говорит по-немецки. Для вас это будет поводом там подойти и заговорить с ними? Они говорят, нет, в мире столько людей как бы повсюду говорят по-немецки, что если бы ты каждому подходил вот в такой ситуации, у тебя бы в итоге ты бы никуда не попал. У тебя бы весь день ушел только на общение на немецком. А если ты подойдешь к кому-то, ой, вы по-русски говорите? Привет, откуда вы? Это мне кажется, хотя некоторые люди очень негативно к такому относятся, но у меня вот сохранилось, не знаю, что можно подойти и поговорить. Для меня это важно. И, наверное, это один из поводов, почему я веду блог по-русски. Я стараюсь себе поддерживать русский язык. Когда я его начал вести, я очень много ошибок делал. Сейчас я просто много ошибок делаю. Запятыми у меня беда, но периодически мне в комментариях даже говорят, ой, Лёва, вот так по-русски сказать нельзя, и здесь у тебя явный какой-то американизм, который ты дословно перевел. И я учусь. Ну, по крайней мере, в разговоре это не ощущается. Потому что я много руками махаю. Может быть, это как-то, да, отрекает внимание. Но я сказала, что последний вопрос. У меня есть еще один вопрос. Вчера, точнее сегодня ночью, разыгрывался самый большой за историю, по-моему, всех лотерей джекпот. О, да, я что-то слышал об этом. По-моему, он составлял миллиард... Полтора я слышал, да. Ну, полтора, да. Я хотел, миллиард шестьсот. Ну, в общем... Кто-то выиграл? Я не знаю. Но я хочу тебя спросить. Что бы ты сделал с этими деньгами, если бы ты выиграл такие деньги? Не знаю. Поэтому я не играю. Но представь вот сейчас. У меня религия, мне не позволяют играть лотерею. Да. Знаешь, как говорят, это налог на глупость. Хотя у нас в команде ребята посчитали, что сейчас чисто математически, из-за того, что такой большой джекпот имеет математический смысл покупать билеты, я этого не делал. Что бы я сделал, я даже не знаю. Ты бы уволился с работы? Наверное, да. Поехал бы путешествовать? Поехал бы путешествовать, купил бы дом. Не знаю, что я... Честно говоря, очень меня трудно представить. Постоянно слышишь, что люди, которые выигрывают такие деньги, они там очень плохо кончают, потому что они реально не знают, что с этим делать. Ну, может быть, ты стал бы инвестировать во что-то. Вот какая область тебе интересна? Не знаю, хочется представить, что ты как бы начинаешь давать деньги на благотворительность, что ты становишься таким невероятным меценатом. На самом деле, если мы уже так говорим, то миллиард 600 миллионов. Мы посчитали, что если ты заплатишь все налоги с этого и возьмешь это одним-единственным платежом, это уже 300 миллионов. 300 миллионов. Я думала, что это почти миллион останется. Оказывается, так вот. Может быть. Ну, 300 миллионов, надо сказать, что есть куда разогнаться. 300 миллионов тоже кажется неплохо, но уже гораздо хуже, да. Ну, ты покупаешь себе какой-нибудь пентхаус, вот уже 100 миллионов ушло в Манхэттене. У нас дорогие цены на недвижимость. На яхту я не готов. Собственный самолет, наверное, тоже я не хочу. Я не знаю. У меня настолько... То есть я как человек, который работает 3 дня в неделю, я настолько далек от этого. Это как если человеку в Африке спросить, что ты купишь, если у тебя будут такие там баснословные деньги, и он все, что сможет придумать, это купить не один айфон, а 20 айфонов. Вот мне кажется, для меня это то же самое. Мне трудно представить, на что вообще такие деньги можно потратить. Я уверен, что если бы со мной такое случилось... А это не случится, потому что я не купил билет. Мы тоже вчера не успели, на самом деле я хотела, но не успели. То я бы что-нибудь придумал, как очень глупо эти деньги просрать. Моё привет. Привет, мама. Да, здорово. На самом деле это действительно сложный. Я предлагаю моим подписчикам написать, на что бы они потратили этот огромный выигрыш в комментариях под этим видео. Обязательно заходите в ЖЖ к Лёве. Непременно. Потому что много интересных советов. Я пока вот ехала на эту встречу, я читала. Правда, очень интересно и здорово. И вдохновляйтесь. Работа – это не жизнь. Если для вас это так. Для кого-то жизнь. Для кого-то так. У каждого свой выбор. Правда, работа занимает 8 часов в день минимум. И она должна быть интересной. Но если вы поддерживаете такие взгляды, как Лёва, и хотели бы точно так же, я думаю, что стоит следить за твоим блогом и вдохновляться. На этом всё. Всем пока. Встречаемся в следующем выпуске. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»